Театр появился в 2007 году. На тот период я очень сильно увлекался литературой, живописью, музыкой. Ходил на концерты, познакомился с местными ребятами из рок-группы и с художником с одним. И решил объединить живопись, музыку и на основе картин, музыкальных произведений. Был написан спектакль, сюрреальный взгляд, реальное искусство. Это, наверное, точка отсчета от театра Absurdus. Если что-то я и делаю в театре, это ремарки относительно настоящего времени. Но чаще всего это перформансы. Темы в театре абсолютно разные. То есть если меня волнует какая-то тема, проблема, они находят свой метафорический отклик в небольшом представлении. Если брать последний перформанс, предчувствие действия зла, то здесь тема домашнего насилия, тема жестокости. Причем тоже такой внутри семейной социальной жестокости. Я шел на репетицию и не знал, как ее провести. О чем говорить с ребятами, которые должны были прийти в 12 часов. Я решил пойти от людей, то есть вытащить какие-то интересные истории, которые можно было бы поставить на сцене из их личной жизни. Ну и решил затронуть темы семью, потому что, в принципе, первоисточником нашего перформанса – это кролики Дэвида Линча. На мой взгляд, одна из центральных тем мини-сериала, в том числе, это тема семьи, то, что происходит в ней, скелеты в шкафу и все такое. Весь сценарий я писал в ванной. Это было очень неудобно, потому что, получается, у меня ноутбук стоял на корзине для белья. Мне приходилось делать волевые усилия в сторону правого бока, немного смещаться, чтобы печатать на ноутбуке. Это был какой-то определенный поток сознания. Самое сложное для меня в любом сценарии – это написать первую главу. Потому что в ней формируются законы, в которых должны существовать герои. И вот когда первая глава была освоена, последующие главы писались довольно просто. По поводу того, какие истории, какие фрагменты ребят, связанные с домашним насилием, войдут в конву сценарий, я вообще не имел представления. То есть это произошло довольно рандомно, когда мы встретились на одной из репетиций с Русланом, сказали, что в этот день мы должны записать историю ребят. Мы выбрали абсолютно случайную часть, в которой герои были максимально честны, откровенны и правдоподобны. Наверное, самые эмоциональные части их правдивой драматической истории, связанной с домашним насилием. Самое сложное – это придумать законы, сценария. И самое тяжелое – заставить себя на интуитивном уровне поверить будущих зрителей в реалистичность, пускай даже абсурдных, вещей, происходящих на сцене. Перформанс вообще создавался как-то очень странно. Мне кажется, здесь велика роль именно бессознательного начала, сновидений и кризиса, ступора. То есть оставалось где-то три недели до постановки, то есть я стараюсь всегда работать в режиме дедлайна. Дедлайн очень хорошо подстегивает, мотивирует что-то делать. Вот, я ложился, получается, спать, и перед тем, как лечь, я попытался прописать первый диалог двух персонажей. Причем реально используя истории, которые я услышал на репетиции. У меня абсолютно ничего не получилось, я запомнил, что там было очень много глаз, прям какое-то, не знаю, обилие глаз в одном диалоге. Понял, что ничего не получается, а времени все остается все меньше и меньше, завтра репетиции, и нужно с чем-то идти к ребятам. Вот, и почему-то мне абсолютно спонтанно пришла идея, вернее, вспомнил пословицы-поговорки, вспомнил почему-то сказки Афанасьева, вспомнил вообще русский фольклор. И тут, мне кажется, вот в этот момент на интуитивном уровне стали формироваться истории и законы будущего перформанса. Во-первых, очень большое влияние оказали некоторые герои, которые рассказывали о своем личном опыте, то есть, в частности, у тебя, то есть, это такой бандитский поселок. История связана тоже отчасти с бандитизмом у Мирона. И, в принципе, вот этот элемент криминальности, присутствие каких-то, не знаю, там, может быть, пацанчиков, пацанов, стал определять язык, на котором будут говорить многие герои. Вот, язык, ну, простого человека, народа, выходцы из народа. И почему-то вот эти пословицы-поговорки, они по факту и стали двигателем формирования эстетики всего произведения. Собственно говоря, самые главные действующие лица были переодеты и переобуты исключительно в народные одеяния, которые населяют наши кендяковские и 19-е районы города. С Пашей мы познакомились на отборах в кино «Быть молодым». Я прошел у него все отборы. Мне понравилось, как он работает. Мне понравилась его режиссура, как он работает с людьми. Он не церемонится, он делает по-мужски, по-солдатски. Сейчас он меня позвал в данный спектакль. Очень клевый, но тоже зависит все от состава актеров. Как они смогут донести это зрителю. Я со своей стороны тоже буду стараться, тоже мне тяжело. Сам я такие темы еще не поднимал, но я хочу в этой сфере раскрыться и почувствовать, сможем ли мы донести зрителю ту трагедию, которая есть. Меня два года назад, в принципе, занесло конкретно в театр. Я лет 14, наверное, сходила на урок, который ребята ставили на Ионеско. Я просто увидела, что будет читка произведений. Я уже не помню, что мы читали. Просто читали. И потом Паша такой, давайте поставим, кто хочет поучаствовать. Ну и как бы вот я в театре участвую. Ну и плюс мне достаточно близка эта тема, как бы. Мне было всегда интересно заниматься чем-то творческим. Я там пела, выступала на всяких мероприятиях, типа живой классики. Ну, прочтение стихотворений, прозы. Ну, это было интересно для меня. И я решила попробовать, почему бы и нет. Я не могу жить без театра. Без нашего театра, театра абсурда. Пошла к Паше, потому что я знала, что это будет круто. Так или иначе, если даже я не касалась семейного насилия, я хотела показать, я хотела поучаствовать в этом. Ведь вдруг наша постановка каким-то образом поможет, повлияет. Мы с Павлом косвенно как-то знакомы 2018 года. Мы просто часто соприкасаемся по работе, по каким-то культурным моментам. И я просто откликнулась, потому что мне хотелось какого-то нового приключения. И вот так вот получилось, что я там оказалась. Главная сложность — это очень ограниченное время. У нас, кажется, было 12 репетиций на «Все про все». Состав тоже формировался довольно-таки длительно, потому что большое количество людей отсеялось. Кто-то заболел, кто-то уехал, у кого-то не совпали графики жизни, работы и репетиции. То есть причин было много, у всех они были уважительные. Репетиции все проходили у нас в квартале. Они носили как коллективный, так и индивидуальный характер. Профессиональных актеров у нас практически не было, за исключением Найана Мирона, который учится на театральном факультете. Были ребят, с которыми мы работаем уже длительный период. То есть у меня к ним доверие было, конечно, довольно хорошее. Я знал, на что они способны. И больше половины было ребят-новичков, с которыми я до этого вообще никаких дел не имел совместно в театральном плане. И для меня это как бы были определенные открытия и сложности в том числе. За счет того, что это был перформанс, а все-таки не спектакль. Он был служен и во временной конве, и не было главных героев. Был какой-то большой образ молодого человека, девушки, выходца из народа. Такой обобщенный образ, засунутый в очень сюрреалистические обстоятельства. Как будто образ, сохраняя свою речь, сохраняя свой внешний облик, погружается в чей-то кошмарный сон. В принципе, любого человека можно выпустить на сцену, если с ним провести индивидуальную работу в плане совпадения его личного опыта и опыта, с которым ему придется столкнуться, работая с тем или иным образом или персонажем. Павлик очень четко попал, да, вот с моей ролью. Не знаю, он подбирал или так получилось, но он мне сказал как-то на репетиции, что я прям создана для того, чтобы страдать. Ну, я думаю, что и другие роли у меня получатся хорошо. Да, у меня получается, и я действительно переживала каждую репетицию. Я переживала как, ну, то есть я вживалась в эту роль. Не просто вот отыграть, я именно вживалась. Пыталась понять чувства героини. По роли я женщина, которая потеряла ребенка своего. И, скорее всего, я сама причина. Я испытываю из-за этого очень глубокие душевные страдания, переживаю. Точно можно сказать то, что все это дико интересно, то, как все это обыгрывается. Не через высказывания в лоб, а через какие-то образы. Через также диалоги, которые не являются просто диалогами. Блин, мне так плохо. Зачем? Да потому что. Нет. Это все как-то более тонко обыгрывается. Репетиции были поздно вечером. Уехать с них было потом невозможно. Только на такси. И на репетициях, наверное, уже в середине где-то всего процесса, я понимаю, что вот это вот круто. Я уходила с таким воодушевлением, что вот, мы так здорово это все делаем. И у нас должно поучиться. И на последней репетиции, уже прямо перед выступлением практически, я чувствовала прямо какое-то воодушевление, такой порыв энергии, адреналин. Как это было? Это было очень забавно. И при этом спокойно. На удивление для меня. При этом, что это какая-то совершенно новая история, в которой я участвую. То есть я никогда не играла на сцене. Читала, пела, делала все, что угодно, но не играла. В общем, я думаю, что мы очень много работали. У меня были индивидуалки, потому что мне нужно было ставить голос, потому что я не кричу и не использую это как форму выражения. В крайних, наверное, случаях. Ну, то есть мне нет в этом потребности. Поэтому мы с Павлом занимались еще несколько часов дополнительно. Субтитры создавал DimaTorzok для меня как бы это тоже определенного рода такой психологический фундамент, потому что тема насилия, даже вне семьи, она как бы сопровождала меня, наверное, все детство и не только детство. То есть, например, я рос, получается, в 90-е годы, и в принципе детского насилия было довольно много на улице, но постоянные драки, школьное насилие. То есть на переменах обязательно были драки, были, не знаю, небольшие даже травли людей после уроков. Ну, например, когда я переехал на другую квартиру с родителями, по соседству у нас были люди, где происходил там тотальный трэш на почве алкоголя. Там, причем, рос как бы ребенок в таком нежном возрасте, там, кажется, девочке было в начале семьи, там на протяжении пяти лет творился полный трэш с непонятными людьми, которые туда приходили. Это по-любому влияло на ребенка. Ну и, в принципе, рядом находились общаги, где можно было увидеть всевозможные сцены насилия родителям и детьми, там, не знаю, уничижительного и унижительного отношения детей к своим родителям. То есть этого было очень много. Вот в этот момент порубежья конца 90-х, начала 2000-х, я как бы внимательно за всем этим наблюдал, потому что, ну, это... Я был довольно такой восприимчивый человек, я не мог это не замечать. Но при этом как-то оно на меня воздействовало, как, наверное, масло на воду или вода на масло. Как-то я этим не проникался, и у меня просто была хорошая сублимация, опять же, в творчестве. То есть какие-то сцены насилия просто описывал, не знаю, либо в поэтическом формате, когда занялся театром, это отчасти появлялось и на сцене. Ну и, в конце концов, есть классики, которые обыгрывали тему насилия. То же самое Арто, это театр жестокости, который оказал вообще огромное влияние вообще на весь авангард, причем не только театральный, но и музыкальный. Если посмотреть внимательно за выступлениями группы The Doors, то, что делает Джим Моррисон на сцене, это тоже театр жестокости, максимально приближенный к жизни, где актеры порой страдают на сцене. Поэтому лейтмотивы, наверное, все мои театральные деятельности за последние 12 лет насилие является таким определенным мотивом. Взять тот же самый контрабас, сон смешного человека, даже та же самая София. Даже, может быть, не насилие, а именно любовь к трагедии, любовь к катарсису. Человек, вот это соучастие, сопереживание, когда человек может полностью очиститься благодаря максимальному драматизму на сцене. В целом, как бы сейчас появляются всякие институции, защитное сообщество. Людям нужно четко знать и понимать, к кому можно обратиться, чтобы потом не получить еще больше. Какая организация тебя реально может защитить, а какая просто может дать тебе ряд юридических рекомендаций. Главное, чтобы люди понимали, что такие организации есть, что к ним можно идти, с ними можно беседовать. Это не только как бы правоохранительные органы. Это на самом деле очень сложный вопрос. Почему люди остаются в лоне семьи, несмотря на очень жесткий прессинг? Короче говоря, самый действенный способ, мне кажется, это просвещение людей. Чтобы об этом как можно чаще говорили и блогеры, чтобы, может быть, появлялись какие-то передачи, программы и на обычном телевидении. Плюс большое внимание к домашнему насилию привлекает какие-то резонансные события, которые выходят буквально на все заголовки газет, масс-медиа. То есть таких историй, мне кажется, гораздо больше, если брать обычные какие-то бытовые ситуации, где по факту о жертве никто не знает и не узнает, кроме соседей, которые слышат, что женщина кричит. Ну да, это какая-то такая травма. Я на первой репетиции разрыдалась. Я уже более-менее к этому отношусь, ну, к тому, что там со мной происходило. Но я думаю, что это как-то на психике сказалось. Я не знаю, я не была там, с психологом ничего не разбирала такого. Ну, у меня батя был, он агрессивный такой достаточно. Я тоже такая же, но я умею сдерживать. Я была маленькой, мне было, наверное, 2-3 года, и батя приходил домой пьяный всегда. Я плакала, допустим, ну, потому что он приходил, он как бы меня будил, и он, типа, начинал орать на маму, чтобы она успокоила ребенка, типа, он сейчас всех там изобьет и так далее. Был эпизод, который вот как раз-таки рассказывала мама, где я плакала, он угрожал, что изобьет меня ремнем, то есть такой железной бляшкой, советский ремень. Мама заступилась, и он до полусмерти избил ее, она потом в больнице лежала. Этот, блин, я не могу даже отцом его считать. Этот человек, он как бы... У меня была инвалидность по сердцу, и за мной ухаживала мама. Он никогда не приносил там деньги в дом. Он был рыбаком, он все тратил, он все пропивал, либо покупал всякие сети и так далее. Я не знаю, на что жили, потому что мама сидела дома по уходу за ребенком-инвалидом, ну, там всякие только если льготы, вот то, что пенсия моя и так далее, ее там льготы какие-то. У нас, короче, дом стоит, и с другой стороны, через дорогу напротив дома, около которого, когда я была маленькой, ну, там мне было, я не знаю, лет, наверное, 10-12, там была скамеечка, где летом бабульки собирались, типа, сидели вместе. И вот я помню момент лета, я не знаю, что я не так сделала, что я не так сказала, но почему-то он решил, что меня нужно избить куском шланга такого, ну, как садовый шланг вот этот есть, который резиновый, гнется. Он почему-то решил, что это можно, что ремень можно заменить этим шлангом, я не знаю, не помню за что, скорее всего, ни за что. И гнался за мной по двору с этим шлангом, ну, вот в частном доме. Я выбежала за калитку на середину дороги, там сидели бабульки с другой стороны, и я начала кричать, типа, ну, давай, давай всем покажем, и так далее. И он после этого как бы успокоился, то есть он как бы боялся огласки. Его, кстати, хорошим достаточно считали, ну, как и всех тиранов и абьюзеров. Он сейчас инвалид, потому что он сам допрыгался, у него был лучший друг, с которым они дружили 26 лет, они вместе рыбачили, поссорились на стану, там что-то подрались, потом батя приехал на машине, на своей, пьяной и избитой. Эдси приехали вдвоем, там, друг с племянником, и избили его еще сильнее, у него удалена часть мозга, ну, типа, там, на голове прыгали, все такое, я это все видела. Типа, я в метре, знаешь, стояла. Он не может двигаться сам, поесть может, у него одна часть тела парализован, ну, знаешь, часть мозга удалили, пластину вот так поставили. Он не разговаривает, но он может понимать, типа, что ты ему говоришь. И, знаешь, мне кажется, что если он что-то осознает, что он, ну, как бы, много всякой хрени творил, то пусть осознает это до конца своих дней, потому что он сам в этом виноват. Как только чувствуете, что над вами издеваются, или какое-то насилие, и нельзя поговорить с агрессором, невозможно. Уходите от этого. Жизнь, она гигантская, обратитесь к психологу. Сейчас люди очень сильно, зазорно думают обратиться к психологу. Психолог для того и созна, чтобы помочь вам разобраться в вашей проблеме. Умейте разговаривать с людьми. Да, насилие происходит. Не помогает полиция. Ну, не вините ее, уйдите сами. Я знаю много людей, у которых это все в жизни имело очень большой роли. У меня есть знакомые, на которых очень сильно повлиял развод родителей, их постоянные руганьи. Отрезок времени между разводом и данным моментом, там, ну, небольшой, но несколько лет, но я просто вспоминаю тогда этих людей, сейчас это абсолютно разные люди. То, какие комплексы в людях это зарождает, это все страшно. То, насколько это влияет и вообще можно ли от этого как-то убежать, это тоже хороший вопрос. Две из трех моих подруг могут сказать о том, что в их семье происходило домашнее насилие. С этой стороны, наверное, мужчины в семье. Вот, потому что мужчины все-таки сильнее. В моей семье тоже было домашнее насилие. Не особо хочу в это углубляться, но это ставило большой след в моей жизни и влияет на мою повседневную жизнь. Нет, «Винпикс» это пока больная тема для меня. Мои последние отношения нормальные, адекватные, как я думала. Короче, оказалось, что не было отношений никаких, парень был мошенником, и он меня, в общем, ну, все там с деньгами, с очень огромным суммом денег. И, в общем, он любил очень этот сериал, «Винпикс», очень много мне про него рассказывал, поэтому пока нет. Когда я узнала, что это мошенник, и мне тогда не хотелось жить, то есть, ну, вот это вот все я испытывала, что я там такая-то, никакая-то не такая. Более того, я считала себя настолько глупой, что я ему поверила. Я чувствовала подвох какой-то, поэтому я не говорила брату, я знала, что он будет меня отговаривать, а я же влюбилась, я такая влюбленная. Причем, знаешь, как глупо все скрылось. У него редкое имя, Яша. Он на имени засыпался. Моя подружка мне говорит, «А у твоего Яша такая машина?» Я говорю, «Да». «А он сейчас где? В Москве?» Я говорю, «Ну, да». У моей вот этой вот подруги еще одна, ну, как бы, еще одна подруга, и у нее тоже был парень Яша, тоже на такой же машине, и тоже в это время в Москве. То есть оказалось, что много таких вот девочек. Я позвонила этой девочке, мы с ней все обсудили, я спросила ее про финансы, да, она сказала, «Да, конечно, все вот тут и есть». Вроде умная, думала я, а тут вот такое вляпывалась, поверила в эту всю фигню. Короче, жить мне не хотелось. Мне не хотелось жить. Я, 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 я не знаю, я как тень ходила, я постоянно плакала, вообще ничего не хотела делать. На работу приходила, плакала, мне вообще, мне было все равно, настолько все равно. Просто вот, кончился день, и хорошо. Блин. И потом я как-то пошла, или тогда жила в Питере, приехала ненадолго, мы с ней встретились в кафе. Павлик сейчас записку сумасшедшего планирует поставить. Не хочешь ли сходить? Я сказала, я очень хочу, но я боюсь. И это было опять преодоление. Я просто четко сказала себе, что если я хочу жить дальше, то я должна пойти туда. То есть театр для меня был спасением. Как бы это ни звучало грубо, я же должна спасать театр, а не от меня. Я пришла туда, да, там никого не было знакомых, кроме Паши и Димы. И Павлик тогда меня спросил, ты что, пришла посмотреть, или ты хочешь поучаствовать? Я сказала, я хочу поучаствовать. Он меня спросил, будет ли у тебя на это время? Конечно же, у меня будет на это время, и оно есть у меня до сих пор. Если человек стесняется или боится поделиться какими-то своими проблемами с самыми близкими людьми, если ты пишешь стихи, и там присутствует какой-то, я не знаю, очень обобщенный, популяристичный образ злодея, это очень хороший выход, вот эта энергия. Когда я сталкивался с огромным количеством бед, несчастья, для меня вот именно написание каких-то поэтических работ, это была своего рода арт-терапия. Плюс работа в театре, то есть для меня это тоже формат арт-терапии, я закрываю какие-то свои гештальты. Многие ребята, которые там приходили, если брать там более ранние постановки, я когда с ними общался, у них были, скорее всего, проблемы там не с домашним насилием, а какие-то любовные драмы. То есть кто-то кого-то бросил, они это тяжело переживают, и они очень хорошо реабилитировались в процессе постановки. То есть творчество, оно реально дает такой целительный эффект. Во-первых, ты в нем растворяешься, становишься немного другим человеком, ты делаешь что-то нужное, что может повлиять на других людей, ты выносишь свой пережитый опыт, который очень полезен во время работы режиссера и актера. Публичная плоскость, публичное пространство, соответственно, ты с этим как-то справляешься. Ты тоже не таишь себе, ты это выкидываешь из себя. Я понимала, что если я хочу жить, действительно жить, не истязать себя, не ждать, когда этот день закончится. Я поняла, что мне нужно что-то делать. Я это поняла. То есть я понимаю, что жизнь скоро кончится, ну не скоро, но когда-нибудь она же кончится. И самобичеванием, ну как бы, ничего хорошего из этого не будет. Я правда, я как слепой котенок, я вот думала, что же мне делать, что мне делать, что мне делать, за что мне зацепиться, чтобы это меня настолько увлекло, и я перестала думать об этом, перестала себя убивать. Я не знала просто, за что мне захватиться. И я пришла в театр, и это меня реально спасло, меня вытащило это. Единственное, о чем я жалела тогда, что я не сделала этого раньше. Можешь ли ты что-то изменить в себе после того, как ты задумаешься, это уже вопрос другой, вопрос силы. Силы и опять же любви. Любовь вообще все исправит в этой жизни. Люди должны посещать театр, потому что театр – это тет-ет-ет. Театр – это вот, ты видишь человека, ты видишь проблему, и хороший актер сыграет так, что у тебя за душу возьмет. Ты учишься в театре чувствовать, сопереживать – это самое главное. Ты не пришел туда, типа ты такой крутой сел, сейчас я тут все выдержу. А актер пытается донести тебе проблему. Я советую сходить всем в театр и сходить в хороший театр. Человек становится лучше, когда он знает, что он не один такой. И люди, видя это на сцене, по телевизору, где угодно, даже в телефоне, они не чувствуют тебя одинокими. Они видят, что таких много, и им становится легче как-то с этим бороться, преодолевать это. Вот я говорила, что я достаточно агрессивный человек сама, и Паша в основном дает мне как раз роли агрессоров, потому что у меня это получится, и я как бы выплескиваю в этом эмоции. Мне иногда тоже очень хочется кого-нибудь ударить, но я очень… Я только в школе дралась прямо с людьми, которые вообще по-человечески не понимают. Если вы понимаете, что какое-то ремесло, оно вызывает в вас особые чувства, то стоит просто начать пробовать. Обязательно стоит начать искать. Прежде чем найти, нужно перепробовать, ну, я не знаю. У кого-то это три варианта, у кого-то это целых 20, и это все будет нормально. Когда просто уйдет вот эта вот история вечной оценки о том, как каждый шаг выглядит в ваших глазах, потому что он не должен как-либо выглядеть, он неплохой и хороший. Все в этом мире не делится на белые и черные. Все в этом мире оно просто есть. Если вы можете выбирать еду на свой завтрак, если вы можете выбирать каждый день то, что вы будете есть, то вы можете выбирать все, что есть в вашей жизни. Да, бороться нужно всегда. Вот, и за свои права. Нужно просто просвещаться в этом плане. Если у тебя есть проблема, ты должен искать пути ее решения. Ну, в первую очередь, наверное, в интернете, потом от людей, которые с этим реально столкнулись. Вот, и обращаться в эти институции. Я всегда призываю к тому, чтобы... И сама пытаюсь жить так же, но не всегда, конечно, получается, но чтобы любить окружающих, дарить любовь окружающим. Ну, то есть, как говорится, относиться к людям так, как хочешь, чтобы относиться к тебе. Я пытаюсь относиться к людям хорошо, по-доброму, с добротой, в надежде получить эту же доброту от людей. Подойди к самой злой женщине, которая постоянно агрится. Вахтерша, проводница. Поговори с ней с улыбкой. Сделай ей пару комплиментов. И она такая совершенно другая становится. Она как будто растекается. Она прям другая. Потому что ей любовь проявили. Ей дали добро. Ей дали того, чего не давали. Человек-то почему злой становится? Из-за того, что его лишают добра, его лишают любви. Лиши ребенка матери, он будет агрессором. Вот поэтому отец – это сила защиты стержень. А мать – это смягчающее обстоятельство. Она всегда дает нежность, заботу, ласку. И все изначально зависит от воспитания. Безумно все. Так как у нас фильм про домашнее насилие, как-то научиться определять эти первые звоночки и научиться бороться с этим, чтобы вас не дошло до насилия, даже если вы связались с человеком, который такой. Я бы хотела, чтобы люди начали проявлять больше гражданской активности, поэтому, чтобы у нас был все-таки создан закон, который будет регулировать это. Людям, которые столкнулись с такими обстоятельствами, нужно начать, я думаю, с простого банального поиска, который переходит в действие и перестать оценивать то, что с ними произошло. Принять это как факт и принять те обстоятельства, людей, которые на них воздействовали, и выходить из этого уже без эмоций. Просто принять, да, это произошло, и что я могу для себя сделать, как только вопросы начнут возникать к самому себе, и вы начнете искать ответы на них не через просто слова, а через действие. И на каждый ваш вопрос и ответ на него должно равняться действию. Хочу сказать, что не нужно бояться, нужно идти и делать, не нужно молчать, нужно идти и говорить. Не нужно стесняться, нужно бороться с собой, стараться сделать себя лучше, стараться сделать эту жизнь лучше, стараться сделать свое будущее лучше. Не молчите о своих проблемах, решайте их своевременно, не затягивайте с этим. И не переносите их с собой с возрастом, не переносите их на своих детей. Как-то больше просвещайтесь в культуру, в искусство. Мне кажется, это поможет людям стать более добрыми, понимающими. Да, пересмотрите всю фильмографию Дэвида Линча. От короткого метра до полнометражных его работ. Режиссер уже старенький, скоро его не станет, поэтому ценим при жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова